Аморальная. Аморальная политика всегда в долгую проигрывает. Эдуард Кокоев, отец девочки Аманды, чье общение с западной прессой стало символом возможности сопротивляться хорошо подготовленной информационной кампании против Осетии и России. Шапка тоже вот их сейчас на этот момент. Россия бомбит Грузию. Кто бомбил и что бомбили. Вот эта Аманда была в это время здесь, и она все это хорошо им сказала. Кто бомбит и что бомбит и что происходит. Прямой эфир телеканала Fox News с приглашенными очевидцами событий на Кавказе девочкой Аманды Кокоевой и ее тетей Лаурой Тидеев. Чего редакторы выпуска ждали от Осетинки, только что вернувшись из Тхенвала, приглашая ее в эфир. Неужели благодарности Тбилиси вряд ли? Ответа два. Либо они не удосужились узнать, что Кокоев это осетинская фамилия, либо они вообще не видят разницы между грузинами и осетинами, искренне полагая, что эти народы вместе вынесли на себе всю тяжесть так называемой русской агрессии. Прежде чем рассказывать дальше, я хочу сказать, мы бежали от грузинских войск, которые бомбили наш город. Не от русских войск. Я хочу сказать спасибо русским войскам. Они нам помогли. Если бы 12-летней Аманде Кокоевой дали договорить, то она наверняка, среди прочего, рассказала бы историю о том, как бежали от грузинских войск ее родственники. Дядя Аманды Степан несколько часов притворялся мертвым на обочине дороги, в 100 метрах от тела своей только что убитой матери, оставшейся вот в этой расстрелянной машине. Солдаты, в надежде, что за телами рано или поздно кто-то придет, привязали растяжку к ноге Степана. Подошел тихо, еще два раза, вот в метрах четырех выстрелили, еще два раза. И не попал. Я даже думал, что попал уже не там. Я вообще не двигался. И после этого он уже гранату привязал. Они вчители, что мы вдвоем были с отцом. Наверное, с тем расчетом, что вот отец меня найдет, поднимет или еще кто-нибудь и взорвет. Аманда Кокоева приехала в Цхенвал из Сан-Франциско, где она вместе с частью большой семьи живет почти всю свою жизнь. Девочка ехала в гости к родным, с которыми и провела пять долгих суток войны. Здесь, вот в этом подвале. Мы с Аманда спали вот здесь, вот в этом кровати. Для людей, которые сидели в этих подвалах, это был кошмар. Информация еще такая, что по телефону говорят, закрывайте в окнах все щели, в подвалах все щели, чтобы они не могли кидать гранаты. Они шли и кидали гранаты во все подвалы, где можно было закинуть гранату, они бросали. Там есть люди или нету, там есть старики, дети или еще без разбору, кидали гранаты, понимаешь? Вот в такой ситуации 50 человек, понимаешь, такая аура, все в страхе. Если бы Аманде и ее тете Лаури дали тогда договорить, но им не дали. Я хочу сказать это по телевидению, я хочу, чтобы все это знали, кто виноват в этом конфликте. Эту войну начал господин Саакашвили, и он агрессор. На протяжении двух дней мой народ, осетинский народ, убивали, бомбили, погибли 2000 человек. К сожалению, мы уходим на рекламу на несколько секунд, мы вернемся в студию. Я знаю, вы этого не хотите слышать. Итак, успех медиа войны возможен только в том случае, если отсутствие сопротивления гарантировано. Но лишь до тех пор, пока одна маленькая девочка не скажет правду. В этом случае выход один. Уйти на рекламу. Русские пришли как раз в тот момент, когда мы нуждались в помощи. И все, что я могу сказать, это спасибо им. Год спустя Аманда вновь едет к родным в Цхинвал. Через Москву, где, стоя на Красной площади и в виде российских солдат, она снова не может сдержать слез. Слез благодарности России за ее спасение. Позже оказалось, что примитивность действия медиакорпораций с лихвой компенсировали другие, работающие уже совсем не на информационном поле боя. 2002 год. Маневры грузинских войск на окраине Тбилиси. До появления в Грузии первых американских военных считанные дни. Американцев еще нет, что совершенно очевидно. Зато речевки уже узнаваем. Знаете, что кричат бойцы? Вставай, не спи, Алхаз, не победят нас, Абхазы. Спустя шесть лет в мобильном телефоне мертвого грузинского солдата найдут вот эту видеозапись. Место, где эти лица явно не кавказской национальности меняли свое военное мастерство на навыки горских танцев, неизвестно. Однако боец, снимавший все это, был убит на подступах к Схимвалу. Селение Хитагурово, Южная Осетия, август 2008-го. Николай Мадзыгов стоит на том самом месте, откуда грузинская артиллерия десятью днями раньше вела огонь по колоннам российских войск. Разговаривал по-украински, по-мегрельски, а другие, американские, не знал, но это черные были, они, знаешь, у нас таких нет в союзе, такие черные. Негры, что ли? Негры были, да, здесь. Наличие чернокожих на линии фронта доказывало бы тот факт, что иностранцы не только знали о предстоящей войне, но и участвовали в ней. К тому моменту, когда у Москвы появились первые доказательства, масло в огонь неожиданно подлила газета Financial Times. Корреспонденту газеты Деметрию Севастопола удалось доказать, что незадолго до начала войны грузинских спецназовцев, штурмовавших Схимвал, готовили именно американцы. Американские военные нанимали контрактников, бывших военных офицеров, чтобы выполнить эту работу. Тренировки грузин включали 16 недель занятий. Первые и последние 4 недели их готовили армейские офицеры. А в промежутке их тренировали эти люди из частных фирм, бывшие спецназовцы США. Для инструктажа грузин две частные американские фирмы по подготовке военных кадров MPRI и American Systems в рамках программы Министерства обороны США направили группу из 15 специалистов, бывших спецназовцев. На базу вошли Джвари на окраине Тбилиси. Провал грузинской операции – это первый провал таких крупных компаний, как MPRI. Профессиональные военные кадры так переводятся на русский язык, это английская аббревиатура. До сих пор тем, кого готовили специалисты этой фирмы, сопутствовали одни удачи. Хорватия, Босния, Косово, Македония. Дела компании также успешно идут в Афганистане, Ираке и Латинской Америке. MPRI, безусловно, лидер в этом бизнесе. Если вы начнете изучать эту сферу, первые, на кого вы наткнетесь, будут они. Их штаб-квартира находится в Вирджинии, рядом с Пентагоном. И все, кто там работают, люди военные. Более того, контракты, которые получает компания, в большинстве своем исходят из Пентагона. В руках заместителя начальника российского генштаба Анатолия Наговицына американский паспорт, найденный на позициях грузинского спецназа. По словам генерала, даже поверхностный анализ, как самого документа, так и судьбы его владельца, оставляет слишком много вопросов. Настораживает, например, апеллия ВИЗ СНГ и странный интерес к неспокойным регионам. Анализ судьбы хозяина этого документа весьма любопытен, как итоги. Речь идет о том, что это не просто гражданин Соединенных Штатов Америки с какими-то туристическими наклонностями. Это десантник, специалист, служил инструктором десантных войск в специальной школе. Человека, которому принадлежал найденный под Цхинвалом американский паспорт, мы нашли в Китае, в провинции Гуанчжоу. Майкл Лью Уайт, преподаватель английского в местном университете международной торговли. По его словам, он никогда не бывал в Южной Осетии и всю вторую половину лета провел на родине, в штате Техас. Свою службу в элитных частях он не скрывает, но настаивает на том, что был не более чем специалистом по заправке вертолетов. Air Assault School находится в форте Кэмпбелл в Кентукки. Первые два года я учился заправлять технику там, а потом был перемещен в регулярные войска в Германию. Мой последний год в армии, 96-й, тогда наша дивизия была задействована в операции в Боснии и Герцеговине. Меж тем, Майкл не сказал, что в 94-м он был уже инструктором в той самой Air Assault School, школе, считающейся в Штатах одной из самых сложных и жестких. Школе, которая готовит десантников для элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов. Кадры из этого американского фильма о школьных буднях бывших одноклассников, а потом и учеников Майкла, отчасти объясняют недоверие, с которым в Москве отнеслись к его словам. Известно, что паспорт Уайта был найден на позициях грузинского спецназа в Цхинвале. Американскими журналистами доказано, что подготовкой этого спецназа накануне вторжения занимались отставные американские военные, нанятые для этого фирмой МПРУАЙ. Эта же фирма активно работает на Балканах. И вот кадры, на которых ее военные инструкторы тренируют отряды боснийских мусульман. Майкл Лью Уайт служил в Боснии, а значит, его паспорт может свидетельствовать о том, что американские наемники не только знали о подготовке нападения на Цхинвал, но и принимали в нем непосредственное участие. Эта ситуация в Южной Осетии мне очень напоминает Югославию с боснийскими мусульманами и сербами. Конечно, это не буквально одно и то же, но все же очень похоже. Еще одна страна конфликта в Осетии находится здесь, на Ближнем Востоке. В самом центре Тель-Авива, в одном из этих небоскребов, размещается офис компании «Дефенсив Шилд» — оборонительный щит в переводе с английского. Израильская фирма занимается поставками оружия и военных инструкторов в третьи страны. География поставок, как правило, соответствует зонам, входящим в сферу стратегических интересов Соединенных Штатов. Глава компании — бывший бригадный генерал Галь Гирш. Это его в Израиле принято считать главным виновником неудачи израильской армии в ходе последней ливанской кампании. Но на этот раз Гирш понадобился для другой очень важной миссии. Это 2008 год, незадолго до войны. Через несколько недель в Тбилиси он будет принимать участие в подготовке грузинской армии к маленькой, но победоносной войне. После войны в Грузии он и вправду молчал целый год. Но недавнее интервью генерала Гирша русскоязычному 9-му каналу израильского телевидения приносит сенсацию. Генерал рассказал, что поставки оружия и обучения грузинской армии осуществлялись им по прямому поручению израильского правительства. Вся работа компании «Дефенсив Шилд» в Грузии проходила по приказу Министерства обороны Израиля и по точным указаниям израильского правительства. Повторяю, мы и остальные израильские компании, оказывающие военную помощь Грузии, работали под контролем правительства Израиля. По его приказу туда еженедельно мы должны были отправлять отчет о ходе работы, кто и как выполняет военные контракты. Генерал Гирш прекрасно понимал, с кем придется воевать обученным и вооруженным его компанией грузинским солдатам. В списке оружия, отправленного в Грузию из Израиля, в основном противотанковое и противовоздушное вооружение, слишком серьезное, чтобы воевать с маленькой осетей. Этот пожилой человек, идущий улочками Старого Иерусалима к своему дому, бывший разведчик. Шмуэль долгие годы был воскопоставленным сотрудником МОСАД, Израильской службы внешней разведки. Человек, годами отвечавший за одно из самых горячих направлений, за Ливан, по поводу недавних грузинских событий, имеет свою, весьма жесткую точку зрения. Сделав первый выстрел, о чем он думал? Спросите у этого человека, который жует свои галстыки, о чем он думал, когда затимал войну? Против кого он ее затеял? Не только Шмуэль, но и многие люди в нынешнем израильском руководстве были против участия Израиля в войне с Россией. Но просьба предоставить оружие специалистов исходила от старших партнеров Израиля, мнения которых нельзя было просто так игнорировать, от тех же, кто покровительствовал Грузию. Я думаю, грузинам просто однажды мягко намекнули, будет здорово, если вы начнете жестко контролировать свои границы. Конечно, никаких подробностей им при этом не рассказывали, а грузины восприняли все довольно буквально. Однако, ни интернациональная команда инструкторов, ни современные вооружения не помогли грузинской армии и ее президенту. Но, пожалуй, единственной удачей на этой войне остается атака на Россию на информационном фронте. Война в прямом эфире, о которой вынужден был отдельно высказаться президент России. К сожалению, та картинка, которая во всяком случае шла через некоторые западные средства массовой информации, она отличалась и очень существенно от реального положения дел, от того, кто был агрессором, кто все это затеял и кто должен нести и политическую, и моральную, и в конечном счете правовую ответственность за то, что произошло. Только сейчас, спустя год после трагедии в Южной Осетии, когда рассеивается пропагандистская завеса, становятся видны масштабы информационной войны и ее результаты. Становятся видны только потому, что год назад Россия не отступила. Можно было бы сказать, что те, кто вел эту войну в эфире против России, тогда проиграли, но это не так. Феномен телевизионной войны в том, что она не связана с реальным положением дел. Сегодня Михаил Саакашвили продолжает пользоваться орелом жертвы на Западе. Грузия получает миллиардную помощь от США на восстановление армии, а западное общественное мнение продолжает считать Россию агрессором. Война в прямом эфире не прекращается даже тогда, когда начинает приводить к настоящим жертвам, а не просто дает телевизионную картинку. Российские войны были бомбированы здесь. Субтитры создавал DimaTorzok